Спортом занимаемся обязательно. Для вашей позвоночника хорошо будет посвящение фитнес-сталов. Да, это пилатес. Я вам даю упражнения для позвоночника тоже. Примите это к сведению. Спасибо. Андрей Владимирович Босягин четверть века работает учителем физкультуры школы-совхоза имени Ленина. К плановой диспансеризации у педагогов она проводится ежегодно, относится серьезно. Она идет планово, легко все дается, быстро. И ты знаешь, что уже к чему обратить внимание на что. И плюс рекомендации врачей. Вот, пожалуйста, не ровно указ. Посещение каждого специалиста во время плановой диспансеризации – возможность вовремя обнаружить зарождающийся недуг или провести профилактические мероприятия. 42 педагога в течение одного дня обходят кабинеты. Для каждого возраста это разный список врачей. Чем старше, тем он длиннее. Но все без исключения проходят электрокардиографию, флюорографию, клинические исследования крови и мочи. В амбулатории совхоза имени Ленина – современное оборудование, позволяющее проводить точное обследование всех органов. Я думаю, что в нашей жизни это очень важный аспект. Тем более, что мы работаем с детьми. И каждый год мы проходим диспансеризацию. В прошлом году мы проходили ее в другой клинике. И в этом году мы проходим ее в своей амбулатории. И очень удобно это. Я думаю, что и полезно. Одно из важных обследований – мамологическое. Около 50 тысяч случаев возникновения рака груди регистрируется в России ежегодно. Рентген-лаборант амбулатории Илья Грачев считает, уменьшить риск заболевания можно. Проходить раз в два года исследование. Так делается после 35 лет. Но наибольшую обеспокоенность вызывают болезни сердечно-сосудистой системы. Первый звоночек – повышение артериального давления. Конечно, здесь больше нужно отводить фактором риска. Это образы жизни. И если, например, у человека повышенное давление, повышается давление, мы должны ему подсказать, конечно, лекарства мы тебе дадим, но это не излечит тебя от заболевания. Ты должен поменять образ мышления, ты должен поменять образ жизни, ты должен не загонять себя в депрессию, ты должен правильно питаться, ты должен вести активный образ жизни. К сожалению, говорит Ирина Тураева, темпы современной жизни таковы, что часто людям работоспособного возраста некогда бегать по врачам. В поликлинику приходят уже, когда болезнь ярко дает о себе знать. Диспансерное обследование – возможность пройти осмотры врачей быстро, коллективно. Это очень необходимо даже каждому человеку – проходить диспансеризацию ежегодно. Подобная политика очень даже правильная считают в амбулатории и готовы прийти на помощь при обнаружении во время диспансеризации какого-либо заболевания.